Мы продолжаем информационный марафон на телеканале Freedom и наша традиционная рубрика «Подводим итоги недели» с советником руководителя Офиса Президента Украины Михаилом Подолюком. Михаил, рады приветствовать вас в эфире. Да, здравствуйте, здравствуйте. Итак, давайте все-таки поговорим, ну если не об итогах, то о реакции мировых масс-медиа на саммит мира в Швейцарии. Многие сходятся во мнении, что как ни крути, но с Россией все равно придется иметь дело и завершить войну без участия Кремля невозможно. Какие, по вашему мнению, успехи и неудачи, если таковые были, саммиты в Швейцарии, какие выводы по факту сделали в Офисе Президента Украины и как это отразится, в каком формате будет следующий саммит. Есть ли там место для России? Ну, безусловно, место есть всегда, и для страны-агрессора тоже есть место. Вопрос, как она там окажется, то есть после каких действий сможете ли вы действительно принудить Россию к осознанию определенных, скажем так, реалий, в которых сегодня мир находится. Вот, если честно говоря, для меня загадочно, что глобальные масс-медиа все еще пребывают, ну и там части политических элит все еще пребывают в иллюзиях, что Российская Федерация готова играть по правилам, что Российская Федерация готова вернуться к каким-то договоренностям, построенным на базе международного права как такового. На самом деле мы слышим и заявления России, и озвученные устами Путина о том, что нет, они не приемлют никакие формулы мира, не приемлют никакой мир, кроме капитулятивных условий для Украины. Напомню, последнее заявление, которое в азиатском турне Путин сделал, это о том, что мы готовы хоть сегодня садиться за стол переговоров, но вывод российских войск с территории, с оккупированных территорий чужой страны категорически недопустим. Ну, то есть, грубо говоря, человек говорит, смотрите, мы же пришли воевать, мы пришли у них что-то забрать, и, соответственно, безусловно, мы не будем оттуда уходить, мы, наоборот, будем продолжать эту экспансию. Вот это нужно слушать. И, соответственно, дальше надо переходить не просто абстрактные какие-то там выражения о том, что Россия должна быть на следующем саммите, без России мы не можем завершить и так далее. Это мне напоминает ситуацию середины прошлого века, когда в 43-м или в 1942 году нужно было сказать, давайте проведем саммит, пригласим, соответственно, диктатора нацистской Германии туда, и, соответственно, с ним попытаемся о чем-то договориться на фоне военных, скажем так, событий. Не на фоне, когда уже принуждение было союзными войсками такое, что, соответственно, было понятно, куда война двигается, как она развивается и так далее. Вот то же самое сейчас. Нельзя толерантно подходить к стране, которая разрушает глобальное пространство, я имею в виду глобальные правила игры разрушает, и, соответственно, ожидать, что она каким-то образом будет адекватно себя вести дальше пока. И вот теперь переходим. Для того, чтобы был успешным и следующий саммит, и для того, чтобы действительно можно было бы выйти на какие-то реальные переговоры, Россию нужно принудить к осознанию следующих вещей. О том, что она не выиграет эту войну, в том, что цена войны для нее будет чрезвычайно высокая, и в том, что союзников у России, реально объемных, солидных союзников не будет. Ну и, соответственно, как это делается, мы уже неоднократно в эфире обсуждали. Можно, конечно, параллельно информационно все это обсуждать, а можно параллельно увеличить военные поставки Украине, соответственно, Россия должна нести гораздо большие потери и по линии фронта, ну и, соответственно, вообще иметь тактические поражения. Второе, это экономика все-таки, ну, безусловно, дивно все выглядит, когда те или иные компании продолжат, европейские компании продолжают работать на российских рынках. Ну и вообще санкции, конечно, надо переосмыслить, потому что Россия достаточно спокойно имеет возможность получать комплектующие, высокотехнологические комплектующие к тем же ракетам, которые используют сегодня ночью, вчера ночью и так далее и тому подобное. Ну и третья составляющая, это, безусловно, изоляция России, дипломатическая изоляция, ну, не гоже, да, стране, которая является агрессорами, которая обнуляет и уставные документы Организации Объединенных Наций, и, соответственно, международное право, международное гуманитарное право продолжать использовать инструменты международных институтов для, скажем так, продавливания своего видения мира, в котором насилие является доминантной чертой. По поводу принудить к миру Россию, все больше наших союзников об этом понимают, но и вот эта неделя разрешения Соединенных Штатов бить их оружием где угодно по Российской Федерации, где та атакует границу. Это представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, ну, как-то вот дозировано эти все разрешения от Соединенных Штатов появляются. Как вам видится развитие этой ситуации? Бить по территории России, откуда она атакует границу? Ну, по большому счету, это достаточно большая территория. Как будет ситуация развиваться? Какое ваше видение вот этих всех разрешений и неразрешений? Как выдавливание по капле из себя раба. Раба иллюзии, что бить по территории России опасно. Это чревато эскалациям, это чревато увеличением масштаба войны и так далее. Вот люди, я имею в виду те, которые принимают соответствующие решения, те, которые являются представителями политических лиц, в данном случае вы говорите о Соединенных Штатах, они медленно, очень медленно, к сожалению, избавляются от иллюзий о том, что с Россией, еще раз подчеркиваю, можно о чем-то разговаривать и можно с ней о чем-то договориться, и она будет придерживаться этих договоренностей. Хотелось бы, чтобы, конечно, эти решения принимались быстрее. Но я все-таки, знаете, оптимистично смотрю на сам факт принятия таких решений, потому что еще буквально полгода назад или год назад это нельзя было даже представить. То есть, грубо говоря, война выглядела следующим образом. Не только война, полномасштабная война, которая началась в 1922 году, но и до этого те войны, которые велись с Российской Федерацией. То есть Россия категорически настаивала на том, чтобы страны, на которые она нападает, защищались строго в рамках международного права. Даже более того, чтобы эти страны не имели возможности оперировать инструментами легальными для ведения оборонительной войны. То есть, грубо говоря, чтобы им запрещали наносить те же удары по территории России. А Россия в это время будет максимально объемно нарушать международное право, международные военные конвенции нарушать и будет атаковать территорию, чужую территорию, так как она посчитает нужным, полностью, еще раз подчеркиваю, игнорируя те или иные уложения, конвенции и так далее и тому подобное. Вот такая была диспозиция, и Россия всегда этим пользует. Россия вообще умеет воевать только когда все она делает по беспределу, а другие страны должны быть ограничены в применении контринструментов. Поэтому вся сила, пресловутая, фейковая сила России строилась на не, скажем так, равноправии даже в рамках введения тех или иных боевых действий. Вот сейчас, смотрите, это все остается в прошлом. Все эти пресловутые красные линии, все эти повышения ставок, на которых всегда, на мифе, о которых всегда строила свою внешнюю политику Российская Федерация, все эти запреты на нанесение удара, все эти неравноправные способы введения боевых действий, все это остается в прошлом. Наконец-то и наши партнеры, ну и, собственно, мы это, понятно, изначально это понимали, но все наши партнеры, даже нейтральные страны, понимают, что война может идти только паритетно. Ну, то есть, грубо говоря, агрессор должен получать возмездие в том же объеме, в котором он приносит на нашу территорию свои разрушительные действия. Если это будет, то тогда, конечно же, война будет выглядеть совершенно иначе, потому что цена войны, еще раз, цена войны, это один из ключевых параметров для страны-агрессора, он чрезвычайно важен. То есть, одно дело, ты воюешь на чужой территории, разрушаешь там все, а у тебя все, как будто бы жизнь не изменилась, ты не платишь никакую цену, ты, соответственно, твои граждане не находятся внутри войны, то, конечно, это может тянуться долго, тем более, если ты большой, ресурсный, ну, с точки зрения ресурсного обеспечения, мы понимаем, что Россия большая. С точки зрения технологий, с точки зрения интеллекта, с точки зрения креативности, конечно, эта страна ничтожная, да, но с точки зрения вот этих параметров, а по ресурсам, конечно, она большая, в том числе по ресурсу под названием потенциально мобилизованный контингент. Ну и вот, и теперь, смотрите, я бы подытожил очень коротко, чтобы было понятно. Первое, мир фундаментально изменился. Второе, страха такого ключевого, там, предопределенного исторического страха перед Россией нет. Третье, юридические форматы каркаса теперь соблюдаются в полном объеме. То есть, страна, ведущая оборонную войну, еще раз подчеркиваю, имеет абсолютно законные права наносить удары по территории страны-агрессора. Четвертое, несомненно, удары по территории Российской Федерации будут существенно влиять на то, что происходит по линии фронта. Места накопления, и здесь вы абсолютно правы, разрешение не только, например, бить на Харьковском направлении, Соединенные Штаты сегодня обеспечивают нам, но и бить по любому другому направлению, откуда российские войска могут переходить на территорию Украины. Что это значит? Это значит, что вся приграничная территория России должна быть под достаточно жестким огнем, потому что там находятся тренировочные лагеря, там находятся места концентрации, склады, логистика, транспорт, подвоз ресурса, резерва и так далее и тому подобное. Чем глубже мы будем наносить удары, тем лучше. Да, Соединенные Штаты еще делают оговорку дальнобойность, то есть использование атакам с большим плечом глубины поражения пока недопустимо, ну на их взгляд. У нас есть свои инструменты, я имею в виду национальные инструменты, свои ракеты есть, которые могут там большое плечо глубины поражения предоставить как опцию выбора для Украины. Это будет использоваться. Но еще раз, нанесение ударов по приграничью Российской Федерации, тут главное количество, масштаб этих ударов, это будет существенно влиять на линию фронта как таковую. И если уже вообще подэтаживать, вот все, что касается возможности введения объективно, иной возможности введения боевых действий, три фактора будут решены, и тогда, конечно же, ситуация будет выглядеть иначе. Какие? Первое, закрытое небо, потому что это основной, скажем, инструмент давления России. Второе, это авиация, потому что, конечно же, использование управляемых авиационных бомб в таком количестве, это немыслимо. Это преимущество, которое до сих пор есть у Российской Федерации. И третье, конечно же, это резкое наращивание количества ударов по территории России, по приграничью в России, где как раз-таки вот эта вся концентрация происходит. Вот эти три фактора, конечно же, существенно изменят положение по линии фронта. И продолжим эту тему, ну вот в таком аспекте. То есть слоган звучит, как «Соединенные Штаты расширяют географию», но нужно признать то, что и Украина самостоятельно может расширять как географию, так и ассортимент, если можно так сказать, и диапазон ударов по территории России. Вот эта неделя достаточно ярко показала в прямом и переносном смысле. Горит Краснодарский край, Тамбовская губерния, НПЗ. Кстати, в нашем эфире один из экономистов сказал, что ни один из поврежденных дронами этих установок первичной переработки нефти так до сих пор полноценно не заработал. То есть нет у России возможности восстанавливать именно вот те мощности, те пункты, по которым попадают дроны. Вот как вы восприняли вот эту яркую неделю в Краснодарском крае? Как недостаточно яркую, сразу скажу, потому что я сторонник максимального увеличения масштабов и количества разрушений на территории России. Не только нефти переработки, я считаю, есть три основных направления, которые нужно дорабатывать. Первое – это уничтожение, безусловно, тех или иных предприятий или накопительных баз сырой нефти или переработанной нефти. Второе – ну и вся нефтепереработка, нефтетерминалы и так далее и тому подобное. Второе – это элементы единой радиолокационной сети в России, куда входят не только системы ПРО, безусловно, но и, собственно, системы радиоэлектронного слежения, радиоэлектронного анализа, радиоэлектронной разведки. И третья составляющая – это любые военные производства, которые так или иначе являются обязательными сегодня для масштабирования производства на их территории. То есть вот три основные цели, конечно же, нужно разрушать. Для этого, к сожалению, того количества ракет, которые есть, ну, собственно, производства, безусловно, недостаточно. Еще раз, все зависит, когда воюешь с таким большим ресурсным оппонентом, все зависит от масштабов ударов, которые ты производишь по территории врага. То есть в данном случае 10 ракет недостаточно. На мой взгляд, количество ударов должно быть десятикратно, а лучше еще больше увеличено. Тогда это существенно подорвет, во-первых, экономику России, в полном смысле этого слова, потому что это сырьевая экономика, она не поменялась, она не является высокотехнологичной. И Россия может, безусловно, на рынке продавать только вот эти продукты первичной переработки и, соответственно, за счет этого получать какую-то доходность, опять же, финансируя дальше закупку той или иной военной техники или амуниции. Второе, безусловно, Россия должна демонстрировать, что ли, ну, то есть мы должны демонстрировать, а Россия подтверждать это, несостоятельность в защите своих объектов, в том числе критической инфраструктуры. Ну, то есть, грубо говоря, показать, потому что Россия долгое время демонстрирует, нанося удары по нашей энергетике, по нашей критической инфраструктуре. Смотрите, у нас такие ресурсы есть, мы спокойно будем ломать, переламывать основные, скажем так, критические отрасли украинской экономики. Ну, то же самое нужно показать, в том числе и прежде всего для нейтральных стран, что российская система безопасности не дееспособна, она не готова обеспечить сохранение вот этих объектов. И Россия, на самом деле, это колос на, как я неоднократно уже говорил, на глиняных ногах. Ну, и третья составляющая, это, конечно же, психологическое воздействие на граждан, которые не совсем адекватные, я прошу прощения, но, на мой взгляд, в России, к сожалению, адекватность так и не появилась. Ну, то есть, в основной своей массе граждане неадекватные. Опять же, знаете, очень приятно сидеть у себя там где-то, не быть войне и только говорить о том, что давайте еще больше убивать украинцев. Да, вот как только они будут вот в своих домах видеть вот эти ожидания, страх, ну, будут испытывать страхи и ожидания тех или иных ударов, в том числе по объектам, опять же, нефтепереработки, и другим производственным предприятиям. Конечно, психологически они начнут это все в большем объеме осознавать, обсуждать, и это будет другое измененное общественное мнение в России. То есть, они, наконец-то, начнут ощущать себя частью войны со всеми рисками для себя возникающими. Потому что, еще раз подчеркиваю, в течение двух лет им казалось, что война очень идеальная конструкция. Мы там режем, насилуем, убиваем. Как они любят говорить, наши мальчики приходят, очень корректно себя ведут, вырезая немножко только людей и так далее. А мы тут сидим спокойно, мы не знаем, что такое война, мы ее не видим. И, соответственно, такой войне, конечно, можно долго аплодировать, долго кричать «Ура! Ура!» и так далее. Вот как только психологически они начнут обсуждать, что там взорвалось, там взорвалось, там соседи в панике, там люди переселяются и так далее. То есть, цена, вот не только финансовая, но и психологическая цена войны, психо-цена войны возрастет. Вот тогда, конечно, это будет существенно влиять на все другие элементы войны. После того, как Путин начал ядерное учение в Беларуси, в ответ Соединенные Штаты достаточно убедительно продемонстрировали, что они это тоже могут делать. Потом Путин съездил в Северную Корею и заговорил об изменении ядерной доктрины страны, о понижении, как это представили масс-медиа, понижении порога применения ядерного оружия. Ну и в итоге договорился до того, что поражение России на поле боя в Украине – это будет концом российской государственности и нужно идти до конца. Так вот, двузначно прозвучала вся эта фраза. До чего может дойти Путин всеми этими пугалками о изменении ядерной доктрины? До окончательного, прежде всего, до окончательного обнуления ничтожной репутации России и лично Путина. Вот посмотрите, это надувшаяся страна долгое время всем угрожала, бойтесь нас и так далее. Оказалось, что они даже против Украины один на один конвенциональную войну выиграть не могут. Еще раз подчеркиваю, это окончательное обрушение репутации России. Эта страна крайне ничтожна, ресурсно-объемна, но крайне ничтожна. И, соответственно, они не ядерной стране. Вот смотрите, вот этот надувшийся диктатор угрожает не ядерной стране, с которой он думал за три дня справиться, угрожает ядерным оружием. Это, конечно, выглядит нелепо. Но теперь давайте рационально обсуждать. Ядерное оружие есть не только у Путина. И этому субъекту пора было бы осознать, что готовность его ядерной триады не совсем, наверное, адекватна. То есть ему надо было бы изучить, действительно ли это будет точно так же, как с гиперзвуковым оружием и со всем остальным, чем этот странный человек долгое время бравировал. Вот ему нужно это сначала осознать. Еще раз подчеркиваю, что он может быть не уверен в том, что его ядерное оружие готово к соответствующему применению. С другой стороны, страны, не только Российская Федерация, обладают ядерным оружием. И тут я уместно буду упомнить заявление господина Столтенберга, что сейчас как раз-то проводится реорганизация и подготовка ядерного оружия стран НАТО для того, чтобы, в принципе, быть готовым к надлежащему ответу. Это второе. Третье, что касается российской государственности. Конечно, не существует в принципе никакой российской государственной. Нет сегодня российского государства. Да, есть фактически страна под названием Российская Федерация, но это классическое феодально-мафиозное государство. Соответственно, с криминальными наклонностями. Это государство, которое в таком виде, если оно продолжит существовать, будет нести несомненные угрозы для международных правил игры, для международного порядка как такового. И, соответственно, конечно, в таком типе Российская Федерация должна прекратить свое существование. Ну, если мы хотя бы хотим прогнозировать 10, 15, 20 лет стабильного развития. И, безусловно, Путин здесь прав. Россия в таком виде должна прекратить существовать. Что для этого нужно? Для этого нужно, первое, перестать слушать заявления Путина. Второе, надлежащим образом оценить ресурсные возможности России и продолжать войну. Соответственно, третье, прекратить то или иное экономическое сотрудничество с Россией и настаивать на контрсанкции против стран нейтрального характера, которые, пользуясь моментом, им там безразлична война, но, пользуясь моментом, они активно сотрудничают в сырьевом секторе с Российской Федерацией, пользуясь, еще раз, вот этой возможностью спекулятивно что-то покупать по низким ценам или продавать что-то по более дорогим ценам. Четвертое, прекратить вообще любые возможности финансировать российский милитарный бюджет через выплаты налогов своими компаниями. Вот эти вещи. Ну и, наконец, пятое, так хотелось бы вообще, чтобы в таком идеальном мире мы все-таки как-то немножко хотя бы существовали. Международные институты типа МАГАТЭ перестали играть на стороне Российской Федерации. Там, Совет Безопасности ООН, МАГАТЭ, Международный Красный Крест, чтобы они хотя бы в какой-то момент начали выполнять свои уставные функционалы. Вот так это должно выглядеть. И, соответственно, еще раз, заявления Путина будут бесконечны. Ну, смелый же человек, да, мы же с вами это видим. То есть он напал на страну, напал на страну неядерную. А сейчас он говорит, смотрите, мы тут ядерное оружие будем применять. Это говорит о чрезвычайной смелости. Вот нужно это правильно психологически оценивать. Это трусливый персонаж, трусливая страна, да, объемная, да, ресурсная и так далее. И не нужно с ней заигрывать. То есть не нужно реагировать на каждое чьих упоминания ядерных, там, триады, проведение обучения, там, ну, и так далее и тому подобное. Все, что касается тактического или стратегического даже ядерного потенциала России, не надо на это реагировать. Нужно принять для себя решение. В таком виде Россия должна прекратить существовать. Военные преступники во главе с авторами войны, безусловными авторами, а это весь Совет Безопасности России, должны оказаться на скамье подсудимых. Ну, кто из них там физически сможет это сделать? Третья составляющая. Украина должна не слушать все разговоры, надо там эскалация, не надо эскалация. Нету никакой эскалации, которая предопределяется Украиной. Украина ведет оборонную войну. Вся эскалация – это Российская Федерация. Так вот, не нужно об этом говорить, а нужно еще раз принять решение. Конвенциональную войну Украина должна выиграть, а для этого нужен определенный объем, масштаб военных поставок. И, наконец, четвертое. Перестать думать о том, что Российскую Федерацию можно посадить за стол переговоров, и она вернется к правилам. Нет, после такого типа войны, или, вернее, внутри такого типа войны, ставки другого типа. То есть, это ставка либо все, либо ничего. И Путин как раз таки своими заявлениями говорит о этом. Все или ничего. Что это значит? Это значит, что Россия точно не готова к компромиссам, точно не готова к осознанию своей неадекватности, и точно готова проиграть. Как это не парадоксально звучит. После месяца обсуждений ЕС все-таки согласовал 14-й пакет санкций против России. Впервые там фигурирует российское СПГ. Далее традиционные моменты плюс противодействие теневому флоту, теневым банкам или возможностям, как это называется, должны утвердить в 24 июня, в понедельник. Но было много разногласий, еще даже сейчас существуют сомнения, утвердят ли. Но я хочу о другом спросить. Как вы считаете, достаточно ли эти вот 14 пакетов? Насколько они эффективно работают, насколько они позволяют, ну, все-таки позволяют, да, России в промежутках, в паузах между этими пакетами, все-таки как-то всплывать, набрать воздуха, иронизироваться, китаизироваться, ну, одним словом, приспосабливаться. Достаточно ли эти пакеты? Любые пакеты это позитивно, независимо от их содержания, наполнения. Любые санкции против России позитивны, но вы абсолютно правы, и мы видим это на примере того же Ирана или на примере той же Северной Кореи. Любые санкции, если люди немножко спекулятивно играют, можно обойти. Россия играет очень спекулятивно, она не имеет проблем найти посредников, которые позволят те или иные отраслевые санкции обойти. Она не имеет проблем найти страны, которые могут поучаствовать в этом обходе. Почему? И вот здесь переходим к главному. Есть несколько секторов, где было бы желательно эти санкции все-таки более эффективно использовать. Один из них – это контрсанкции против тех стран или тех посредников или тех компаний, которые позволяют России эти санкции обходить. То есть они не попадают. Иногда попадают косвенные, вторичные санкции и так далее, но это не в том объеме, в котором должно было бы быть. Первое. Второе – символически. То есть нельзя заявлять о тех или иных санкциях, санкциях, наложенных, например, на тот же флот серый или теневой флот, флот, который занимается нефтеперевозками, сырой нефть перевозит и так далее. Но в то же время, когда ваши компании, брендовые компании из ваших стран продолжают работать на российском рынке, это четкий сигнал глобальному миру, где не все придерживаются определенных морально-этических норм о том, что с Россией можно работать, это страна рукопожатная в экономическом смысле этого слова. Вот этот сигнал нужно убрать. Он более всего разрушителен для всех санкций. То есть можно одновременно принимать любые пакеты санкций и одновременно ваши компании с белой юрисдикцией европейской страны, условно говоря, немецкой, французской юрисдикцией, ну или любой другой юрисдикцией, работают на российском рынке. Это четкий сигнал, еще раз подчеркиваю, нейтральным странам. Пожалуйста, работайте, зарабатывайте деньги. Да, есть определенные сложности, но эти сложности будут Российской Федерации вам компенсироваться премиальной маржой. То есть она, грубо говоря, будет у вас покупать товар дороже, продавать вам дешевле. Вот этот сигнал нужно убирать, потому что это самое разрушительное. То есть это убийство, собственно, самоубийство санкций. Ну и, наконец, третье. Вот мы, когда перечисляем те или иные санкции, есть отрасли, которые до сих пор абсолютно бессанкционны. Это Росатом. То есть ключевая, одна из фундаментальных отраслей, которая позволяет России активно работать, теперь внимательно, африканский континент, ближневосточный континент, не континент, ну регион, латиноамериканский регион, ну и, соответственно, Тихоокеанский регион. Вот это абсолютно, по сути, точно такое же оружие, которое Россия долгое время по отношению к Европе применяла. Я имею в виду газовые терминалы и так далее. То есть, соответственно, если мы хотим, чтобы российское влияние, то или иное, посредованное, прямое, непосредственное сокращалось, ну тогда нужно бить по отраслям, через которые Россия работает в том или ином регионе. Если мы этого не делаем, то, конечно же, страны, например, еще раз подчеркиваю, в этих регионах сосредоточены так называемые страны нейтрального пояса, которые достаточно равнодушно относятся к войне где-то там в Восточной Европе, у них свои интересы и так далее, то мы им еще раз говорим, Россия, да, она там ведет какую-то большую войну против НАТО. Ну, Россия это говорит в своих там медиа на этих территориях. И, конечно же, страны абсолютно точно и искренне считают, да, Россия не воюет, не пошла оккупационной войной против страны совершенно другого размера, против Украины. Нет, они там геоглобальные задачи решают, они с НАТО воюют, и поэтому давайте мы их поддержим, давайте купим у них больше чего-то. Вот это сигнал плохой. То есть, еще раз, сами по себе пакеты санкций, хорошо. Второе, но они должны быть быстрее, объемнее и жестче. Третье, сигнально нужно убирать присутствие любых белых компаний на территории России и не давать вот этот двойственный сигнал отправлять в регионы, которые занимают нейтральную позицию по войне. И четвертое, ну, конечно же, нужно вырубать основные источники влияния России экономического. Это тот же Росатом, как минимум. Михаил, буквально коротко в конце нашей беседы, это не столько событий недели, сколько был такой предстартовый период. 25 июня начинаются переговоры о вступлении Молдовы и Украины в Евросоюз. У нас 1 июля председательство, там полномочия председательства переходят к Венгрии. Какие у вас ожидания от начала этого процесса? Ведь даже союзники Украины, такие как Польша, говорят, что процесс все-таки будет непростой. Процесс будет любой непростой, потому что мы внутри войны находимся. И, конечно же, все смотрят на войну, как бы там ни было. Но это процесс необратим. Это исторический предопределенный процесс. Украина является неотъемлемой частью Европы. Хочет в это кто-то там верить, не верить. Мы не являемся большей частью русского мира. И не являлись таковой последние годы. Я имею в виду после распада СССР. Да, к сожалению, скорость выхода из этой территории медленная была. Была попытка там сохраниться, усидеть на двух стульях. Сейчас все это закончилось. И, соответственно, все прекрасно понимают, включая ту же Венгрию, ту же Словакию, ту же Сербию, что Украина точно такая же европейская страна. И крайне важно, чтобы она была интегрирована в единое политико-экономическое пространство европейское. И это, опять же, абсолютно объективный и необратимый процесс. И, соответственно, на мой взгляд, и переговоры будут. Да, они могут быть тяжелыми, потому что все-таки каркас государственности нашей нужно менять. Делать его более конкурентным, более прозрачным. И, соответственно, проводить дальше реформы. В том числе и реформы, касающиеся правоохранительной системы, антикоррупционной системы и так далее. Но еще раз, для Европы крайне важно нахождение такой большой страны, как Украина, с потенциально большими рынками потребительскими внутри европейского единого пространства. Для Украины, безусловно, это только повышение уровня конкурентности и уровня качества жизни на территории Украины. Единственная проблема, которая сегодня так или иначе будет, безусловно, влиять на скорость, как вы говорите, прохождение переговорных процессов, переговорных процедур, это, собственно, сама война. Война действительно каким-то образом все равно тормозит те или иные процессы. Это касается и военного сотрудничества Украины, хотя, де-факто, мы, безусловно, уже являемся страной, близкой к военному альянсу НАТО. И тормозит, безусловно, экономическую интеграцию Украины сама война. Но вот по мере того, как эта война будет финализирована, все процессы переговорные, в том числе по вступлению в Европейский Союз, будут существенно ускорены. И поэтому я спокойно отношусь к заявлениям тех или иных представителей разных стран о том, что это длинный процесс, это долгий переговорный процесс, это будет очень много сложных моментов, которые нужно будет проговорить. Я к этому спокойно отношусь. Почему психологическое воздействие войны понятно? Как только война будет финализирована правильно, а я надеюсь, что она будет финализирована только правильно, потому что иначе эта война будет продолжаться бесконечно долго, соответственно, многие процессы будут ускорены. Михаил, спасибо за эту беседу. Всегда рады вас видеть на Freedom, надеемся. И в дальнейшем будем также содержательно подводить итоги недели. Михаил Подоляк, советник, руководитель Офиса Президента Украины, был на связи с нашей студией. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!